Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Санитарные среды и пятницы и подготовка города к главному празднику – тема общегородского планерного совещания. В Анапе стартовали сразу два масштабных спортивных мероприятия – седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств и президентские состязания 2014. На общегородском планерном совещании глава города Сергей Сергеев отметил важную роль городского актива. Мнение людей – вот к чему мэр призвал прислушиваться чиновников. Обсудили также санитарное состояние пляжей, подготовку праздников ко дню города в сельских округах и единый стиль торговых объектов. Заместитель мэра Анапы Олег Костенко отчитался о продолжении работы с беженцами из Украины. Вынужденных переселенцев, оформивших статус временного убежища и вступивших в программу переселения соотечественников, сопровождают на вокзал и обеспечивают необходимыми продуктами в дорогу. Ситуация в настоящее время под контролем. На сегодняшний день я считаю, что достаточно все разумно, нормально в Урске идет. Но в прибывших за неделю всего 28 человек. Основные – это те, которые уже находятся здесь. С какими-то серьезными проблемами в их отношении они сейчас не сталкиваются. Отважный механизм. Олег Костенко напомнил чиновникам о распоряжении главы города. Среда и пятница каждой неделе – санитарные дни. На этой неделе продолжится подготовка к празднованию Дню города. Значит, сейчас, после планерного совещания, собирайте главокругу, весь ваш блок и разрабатывайте мир. Почему День города – это праздник только в городе? Почему? И что у нас все коллективы, которые есть у нас в городе, задействованы в День города на различных площадках? Не верю. Глава Анапы отметил роль актива города. Мнение анапчан и гостей курорта должно лежать в основе положительных изменений и развития. Если мы не будем общаться с нашим активом и будем считать, что только мы в городе актив, то нам надо уходить. Я вам ответственно заявляю. Понимаете? Всем. Актив не мы. Мы органы исполнительной власти. А актив – это те, о ком я говорю, которые нам подсказывают и рассказывают. Вы думаете, откуда я это все знаю? Я это узнаю от людей. Сергей Сергеев потребовал ответственного отношения к работе и конкретных результатов. Для сотрудников предприятия «Зеленстрой» результаты должны быть выражены в нарядных цветущих клумбах. В прошлом году на озеленение города было выделено 1,2 млн рублей. Финансирование в этом году составило 5,9 млн. Глава Анапы также потребовал активизировать работу по строительству дома для категории детей-сирот. В декабре по планам в 92-х квартирах должно состояться новоселье. Санитарное состояние пляжей до конца курортного сезона, работа спасательных постов и достойный внешний вид торговых объектов. На этом заострила внимание в своем докладе заместитель мэра Анапы Людмила Терещенко и поручила ответственным начальникам курируемых направлений продолжить работу в нынешнем сезоне и начать подготовку к следующему с учетом опыта этого года. В Витязевской школе номер 3 продолжаются работы в рамках программы «Безбарьерная среда». Наша съемочная группа побывала в школе и посмотрела, какие работы уже выполнены. К первому сентября все строительные и отделочные работы в школе были завершены. Остались только последние штрихи, которые никак не влияют на учебный процесс. Упор в этом году сделали не на отделку фасада, а на переделку внутри здания. Туалетные комнаты полностью переоборудованы. Здесь положили новый кафель, поменяли унитазы и раковины. Капитальный ремонт сделан в библиотеке. В скором времени сюда завезут новую мебель. Большая перестройка, почти 60 квадратных метров, появилась и у школьного пищеблока для хранилищ продуктов. Такие указания ранее предписал Роспотребнадзор. Впереди очень большие планы. У нас школа растет, количество учащихся увеличивается, значительно увеличивается. В прошлом году мы школу закончили в количестве 990 учащихся. Вот на сегодняшний день уже 1120. И возникает необходимость делать какие-то пристройки, создавать новые кабинеты. Над чем мы будем работать уже в следующем году. Сейчас школа работает в две смены. Спортивный зал переполнен. Так что решили старое здание переоборудовать под спортзал для начальных классов. Работы почти завершены. Уже со второй четверти ученики смогут заниматься в новом зале. В Анапе стартовали седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. 8 сентября в спортивном комплексе «Витязь» состоялось торжественное открытие соревнований. На спортивном празднике побывала наша съемочная группа. 5000 юных спортсменов сразятся за 700 комплектов золотых, серебряных и бронзовых наград. Анапа представит более 50 лучших бойцов. На ринг выйдут представители 44 федерации и организации боевых искусств по 15 видам спорта. Среди них тайский бокс, айкидо, рукопашный бой, сумо, капуэйра, самбо, кикбоксинг, тэквондо, киоку, шинкай. Игры этого года станут дебютными для грэплеров и борцов на поясах. В Анапе развиваются эти виды спорта. Они стали привлекательными для наших ребятишек, поскольку у нас открыто несколько школ, где действительно дети занимаются. Но как нашими традиционными восточными видами единоборства, это самбо и дзюдо, но и непосредственно те виды, которые культивировались непосредственно в странах Юго-Востока, и в Китае, в Японии, в Корее и так далее. То есть эти виды спорта вобрали в себя все необходимое, все лучшие приемы, которые сегодня применяются именно на ковре. В торжественной церемонии открытия приняли участие представители Министерства спорта, Олимпийского комитета России, молодые спортсмены, их наставники, руководители федерации. Уже в первый день любители боевых искусств смогли увидеть соревнования среди представителей кикбоксинга, ситарю, тэквондо, самбо и киокушинкай. Юных спортсменов ждал сюрприз. Ребята стали первопроходцами новых норм ГТО и на государственном уровне сдают нормативы. Тот, кто справится, получит почетный диплом. Вы знаете, все ребята сдают, потому что они приехали на соревнования, они готовились. Они физически все очень здоровы и сильны, поэтому у всех все получается. Позже соревнования ждут зрелищные галлофиналы. Седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств продлятся до 21 сентября. Анапа встретила президентские состязания 2014. Участие в них принимает более полутора тысяч школьников из шести федеральных округов страны. Это лучшая команда сельских и городских школ по итогам региональных этапов. Краснодарский край представляет анапчане, девятиклассники гимназии «Аврора». На пресс-конференции, предваряющей церемонию открытия, становились на целях и уникальности президентских соревнований. Отметили увеличение числа участников муниципальных образований и качества подготовки. У президентских состязаний есть президентские тестирования, которые адаптированы и частично перекликаются с введенным с 1 сентября этого года всероссийским комплексом «Готов к труду и обороне». И в дальнейшем мы планируем, что ни в коем случае это мероприятие не будет дублировать ГТО. Здесь принимают участие всего 1368 человек. И вдумайтесь, из 9,5 миллионов. Это не сборная региона, которая специально тренировалась много лет на выносливость. Самые обычные ребята, мальчишки, девчонки. Вот какой класс был, такой он и есть. Вот в этом уникальность. Соревнования проходят под патронажем Министерства спорта, образования и науки. И традиционно в смене в курортной столице детского отдыха в городе-курорте Анапа. Патронажетские состязания уникальные соревнования. Потому что, наверное, я в этом случае не знаю, может, Мариану Николаевну не поправят, но я не знаю ни одного мероприятия спортивного, в котором бы участвовало такое количество команд и такое количество участников. Если взять в целом сколько команд, с учетом сельских и городских, то у нас получается 157 команд во всероссийском клубе. Уникальность отразилась и в церемонии открытия. Почетный гость Олег Чен, не раз бывавший на открытии непосредственно на соревнованиях, в этом году впечатлен масштабом и цельностью программы. Я не первый раз на открытии, но в этом году какое-то оно такое, другое совсем. Больше патриотизм какой-то получается, красиво очень, да. Дети рвутся в бой, так настроены хорошо, и это очень радует. Конечно, я хотел пожелать, чтобы все занимались дети спортом, и потому что он закаляет характер не только в спорте, а вообще по жизни. Вот шли вперед и не останавливаясь, это им пригодится. На стадионе зажгли факел состязаний. От имени президента России Владимира Путина поздравили участников соревнований с открытием 16-го спортивного сезона. Москва, Кремль. Участникам финала всероссийских спортивных соревнований школьников президентские состязания. Дорогие ребята, приветствую вас в финале президентских состязаний, которые проходят в городе Анапе. Эти соревнования уже стали яркой, интересной традицией, праздником спорта, творчества и настоящей дружбы, которая объединяет школьников из разных уголков нашей страны. Уверен, участников ждет захватывающая, напряженная борьба, а зрителей – самые приятные впечатления. Желаю вам удачи и всего наилучшего. Владимир Путин. И здесь же, на стадионе, на торжественной церемонии, главный судья президентских соревнований дал клятву судить справедливо и победителями объявить лучший класс в России. От имени судей президентских состязаний клянусь быть объективным и справедливым, судить непредвзято, клянусь способствовать улучшению спортивных результатов, клянусь соблюдать этику и мораль спортивных состязаний. Пока у участников, организаторов и судей намечена активная работа в рамках соревнований. Церемония закрытия больших игр пройдет 24 сентября. Лучшие участники президентских состязаний будут отмечены наградами и ценными призами. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеры выхода прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В среду, 10 сентября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 25-27, ночью плюс 21 градус. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. КОНЕЦ КОНЕЦ